здравствуйте дорогие друзья меня зовут алексей крыловецкий вы на канале компании купи салон как вы знаете это самое крупное в россии автомобильное ателье мы занимаемся перетяжкой салонов и доводим автомобили которые не были доведены до готовности на заводе изготовителя сегодня речь пойдет о том как можно можно сказать таким экзотическим интересным особенным необычным способом декорировать салон уже полюбившегося многим популярного автомобиля toyota camry в 70 кузове действительно автомобиль который нашел такую очень важную нишу занял ее стал лидером этой ниши и вот таких вот седанах бизнес седанах этот автомобиль конечно никому лидерство отдавать уступать не собирается но вот к сожалению интерьера этих автомобилей свое декоративное преимущество совершенно никак не демонстрирует и для того чтобы подчеркнуть особенности этого автомобиля и улучшить дизайн нам пришла интересная идея в голову и с помощью наших друзей наших дизайнеров которые выполняют для нас уникальные разработки изготавливают эскизы к чему-то новому неповторимому разрабатывают совершенно уникальные паттерны и рисунки мы придумали для этого автомобиля вот такой необычный особенный вариант исполнения с эко кожей салькантарой и главное с декоративной отстрочкой фигурной перфорацией которая в общем своими мотивами уходит в какие-то вот голубины древности потому что подобный способ разделения плоской поверхности на линии с небольшим углом со сгибом встречается во многих достаточно старых произведениях и в интерьерах различных домов итальянских в первую очередь нам захотелось добавить в салон этого автомобиля именно такой паттерн и я надеюсь скоро узнать из ваших многочисленных комментариев подходит ли он этому автомобилю или нет ну а для теста мы использовали именно темно-коричневый цвет это самый наверное к универсальный благородный вариант который активно приобретается как людьми уже в возрасте такими состоявшимися для кого коричневый цвет это цвет неброский но цвет премиальный цвет такой дороговизны ну и здесь же использована алькантара что тоже очень здорово помогает салону и выглядеть более таким интересным способом за счет разницы в фактуре ну и при этом быть еще и более практичным ведь алькантара я об этом много раз говорил в центральной части сидений не только добавляет красоты но еще и помогает во время поездок не съезжать сидений не соскальзывать за счет того что она ворсистая и как любая замша соответственно имеет такой мелкий мелкий ворс то этот салон вместе с алькантарой становится и симпатичнее и практичнее а с учетом того что и алькантара и эко кожи великолепно моются чистятся и ухаживать за ними практически не надо я надеюсь и уверен что этот салон прослужит очень очень долго помимо того что мы выполнили вот эту разработку фигурной перфорации и достаточно сложной от строчкой мы еще добавили декоративные канты и изменили рисунок самого сиденья и сейчас это сиденье отличается визуально от того как вы могли бы его наблюдать например в штатном исполнении заводском но ведь именно в этом и заключается наша задача сделать сиденье неузнаваемым неповторимым но при этом очень привлекательным и даже я бы сказал ярким хотя темно-коричневый цвет трудно назвать таким ярким а вообще коричневый конечно подходит не только людям возрасте но тем кто хочет использовать такой знаете солидный автомобиль до коричневый он очень спокойный даже к успокаивающий вариант и конечно он ассоциируется в первую очередь с очень дорогими комплектациями премиальных автомобилей я уверен что вы со мной согласитесь а вот само сочетание со светлой ниткой и со светлым кантом может кому-то показаться чрезмерным и в общем это такое достаточно сложное было решение мы долго к нему шли и так и сяк пробовали и я до сих пор не уверен что это лучший вариант поэтому надеюсь вы напишите какой цвет для кантика и для отстрочки мог бы подойти лучше по вашему мнению к салону этого автомобиля сам же добавлю что именно такой светлый был выбран для того чтобы сочетать сиденья с например серым пластиком декоративным который в салоне в избытке присутствует а также с потолком стойками ручками пластиком потолочным то есть если мы сделали полностью коричневый то есть сиденья и дверные вставки и дверные подлокотники центральный подлокотник они смотрелись бы несколько неуместно в этом автомобиле как будто они от другого автомобиля они от этого для того чтобы хоть как-то сочетание это продемонстрировать и как-то увязать вот этот новый сложный неповторимый дизайн который кстати не встретить даже в супер дорогих автомобилях мы как раз использовали вот такой вот цвет ну что ж я надеюсь что вы уже вдохновились этим салоном и готовы поставить лайк этому видео если оно достойно вашего внимания ну а если наш канал в целом вам интересен то не забывайте на него подписаться кликнуть на колокольчик следить за выходом новых серий ну и конечно не забывайте про наши аккаунты в инстаграме вконтакте facebook drive 2 конечно же в тик токе где мы выкладываем истории и демонстрируем процесс исполнения тех или иных работ если этот дизайн вам зайдет и наберет достаточное количество лайков то возможно в будущем мы постараемся воплотить его уже в других цветах или в других сочетаниях возможно используем те предложения которые вы выдвинете в своих комментариях и кто знает результат такого труда вы наверняка увидите в будущем на нашем канале так что надеемся что вы будете с нами желаю вам удачи будьте здоровы пока